Асус Пегасус 4С Почти безрамочный, почти недорогой смартфон Компания Асус представила свою новинку, оборудованную модным дисплеем Ультра широкого формата с пропорциями 18 на 9 Ею стала модель Асус Пегасус 4С Функционально относящаяся к начально-среднему классу Дэвайс выполнен в современном дизайне с минимальными рамками вокруг экрана Но обладает далеко не топовыми характеристиками На данный момент известно, что аппарат уже поступил в продажу Буквально 9 ноября в магазины в ограниченном количестве У дати мирового релиза нет никакой информации, как и нет данных о ценнике новинки Некоторые источники сообщают, что цена смартфона составит менее 350 долларов Но конкретных цифр никто не называет А ведь стоимость – это ключевой фактор От нее зависит успех аппарата на рынке Обычно Асус не устанавливают заоблачные ценники Но как будет в случае с данным девайсом, покажет время Итак, давайте разберемся с внешностью и материалами Асус Пегасу 4S Итак, гаджет оборудован современным IPS-дисплеем Выполнен в пропорции 18-9, то есть 2 к 1 С диагональю 5,7 дюйма При этом по размерам он ближе к классическим моделям на 5,2-5,3 дюйма Ведь длина смартфона составляет 152 мм, а ширина – 72 мм Толщина смартфона достигает 8,8 мм, а масса составляет 160 грамм Эти параметры можно считать золотой серединой Экран уже большой, а в одной руке аппарат еще помещается довольно-таки нормально Передняя панель смартфона выделяется тонкими ранками снизу и сверху экрана А вот задняя особо ничем не примечательна Это классическая алюминиевая панель с блестящими фасками В местах разделения антенных вставок, камерами в углу, сканерами отпечатков пальцев на его законном месте Торцы тоже обычные Снизу находится микрофон, динамик и порт microUSB Сверху микрофон и, самое главное, это разъем на 3,5 мм А на правый бок вынесены кнопки управления звуком и питанием Дизайнеров и инженеров можно похвалить за использование современного формата дисплея Но в остальном аппарат ничем не примечательен внешне Компании Meizu и Xiaomi и прочие китайские компании давно используют аналогичные наработки своих продуктов Так что сзади аппарат не имеет уникального облика Однако это не значит, что он плохой Просто дизайн не уникальный, не запоминающийся Итак, идем дальше, рассматриваем характеристики Asus Pegasus 4S В плане характеристик у Asus Pegasus 4S тоже нет ничего выдающегося Экран, нормальный экран Он широкоформатный, большой, но имеет разрешение HD 1440 на 720 Это нормально Apple и в 2017 году не стесняется ставить логотип HD в девайсах за 800 баксов Но хотелось бы чего-то побольше Ведь китайцы нас разбаловали И Full HD даже в бюджетниках уже воспринимается как нечто обыденное Чипсет смартфона Mediatek MT6750T Это упрощенная версия Helio P10 Его 8 ядер работают на частотах до 1,5 ГГц А обработкой графики занимается GPU Mali-T860MP2 Не самый свежий чип, да и по части энергоэффективности он не впечатляет Но в целом все сносно Оперативная память на борту 3 или 4 ГБ А накопитель вмещает 32 или 64 ГБ Очень хотелось бы, чтобы предполагаемый ценник касался старшей версии Так как 350 баксов за младшую модель это уже в принципе как бы перебор Емкость аккумулятора радует Она тут составляет 4030 мАч Конечно из-за староватого чипсета Asus Pegasus 4S Вряд ли попадет в топ долгоживущих смартфонов Но и пасти задних он не должен Ведь тот же Meizu M5 Note со схожим железом Показывает весьма неплохую автономность О наличии или отсутствии быстрой зарядки не сообщается Так что вероятно таковой не будет Основная камера смартфона сдвоенная Главный модуль базируется на 16 мегапиксельной матрице А вспомогательная имеет разрешение 8 мегапикселей О других параметрах камер как и о характеристиках и их взаимодействии информации пока нет Спереди установлена неплохая фронталка на 8 мегапикселей Так что любители селфи могут порадоваться По части связи все вполне стандартно для 2017 года Есть поддержка всех актуальных стандартов В том числе и CDMA и LTE Но о частотных наборах данных нет Они зависят от регионов Где аппарат будет официально продаваться Если европейского релиза не будет То BAND 20 ждать не стоит Имеется Wi-Fi, Bluetooth Но NFC наверняка нет Ну и заключение, общий вывод Не зная итогового ценника ASUS Pegasus 4S можно назвать крепким бюджетником У него есть далеко не худшее железо И дисплей формата, ранее применяемого в основном во флагманах А при стоимости около 200 долларов Он бы наверняка обрел свою обширную аудиторию Но как оно будет на практике, покажет время Как ни крути, но в продаже достаточно неплохих аппаратов Со схожими возможностями, но более энергоэффективным железом Вроде как Xiaomi Mi 5X, он же Mi A1 Тягаться с такими соперниками непросто И предполагаемый ценник в 350 баксов Этому явно не способствует В общем, ждем официального выхода ASUS Pegasus 4S в продажу Появления в России А уж тогда можно будет судить О перспективах данного аппарата более конкретно А пока остается лишь надеяться Что производители установят адекватный ценник На этот довольно интересный гаджет Это канал Компьютерная Академия И наш партнер Сайт mobcompany.info Сайт о смартфонах и их производителях Я думаю, данная информация была вам полезной Подписывайтесь на наш канал С нами будет интересно Спасибо за просмотр!